МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Первые караганинские новости. В студии работает Саят Булумакаев. Здравствуйте. Вначале о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интеграция науки, образования и производства. Конференция, посвященная этой тематике, состоялась в стенах технического университета. Закладами выступили гости в Лижнего и Дальнего зарубежья. Оказывать психологическую и юридическую помощь пострадавшим. В Караганде появилась еще одна консультационная служба для жертв бытового насилия. Спортивный праздник в Караганде. 180 сильнейших молодых гимнастов Казахстана собрались в областном центре, где проходит республиканский чемпионат по батутной гимнастике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Караганде проспект строителей будут ремонтировать до октября. Специалисты городского отдела коммунального хозяйства заявили, что дорогу будут ремонтировать участками. Заасфальтированные участки проспекта откроют уже летом. Ремонтные работы на проспекте строителей будут продолжаться до октября. Об этом заявили в отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды. Часть работ в рамках проекта уже выполнена. Реконструирован перекресток с улицы Муканова, что позволило увеличить проездную способность на данном участке. Это не единственное, что выполнили дорожники. Заменены все сети, то есть это типа незамененные участки водопровода, теплотрассы, канализации, чтобы уже исключить в дальнейшем возможность, то есть вероятность разрытия данной дороги. Все сети уже заменены, что работа до сих пор ведется. Также восстанавливается ливневая канализация. Как показывает работа, ливневая канализация на данном участке вся забита и местами даже перебита. В связи с ремонтными работами на проспекте строителей была изменена схема проезда общественного транспорта. Недовольство жителей близлежащих домов вызвал тот факт, что водители автобусов не следуют обновленному маршруту. С такими фактами будут разбираться полицейские. Горожанам советуют сообщать о подобных действиях водителей. В принципе, полностью схема разработана. Мы согласовывали, отдали им. По таким водителям будем разбираться, с автопарками будем разбираться. В каждом автобусе есть указанные телефоны Акимата автопарков. Звонить, сообщать о данных нарушениях в адрес водителей будет предприниматься. Всего на ремонтные работы автомобильной дороги было выделено 1,9 миллиарда тенге. В качестве подрядчика выступила компания «Аградор». Планируется завершить строительство к концу октября текущего года. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Интеграция науки, образования и производства. Конференция, посвященная этой тематике, состоялась в стенах технического университета. С докладами выступили гости из Великобритании, Венгрии, России, Украины и Казахстана. Сагиновские чтения были организованы для обмена опытом между ведущими учеными. Маргарет Нельсон имеет 19-летний опыт в академических исследованиях. Своими наработками доктор философии делится с преподавателями Карагандинского государственного технического университета не впервые. Топ-менеджер приезжает в местный вуз уже в четвертый раз. Иностранные гости считают, что отечественные преподаватели хорошо подкованы в науке. Единственное, чего им не хватает, это знание английского языка. Люди здесь просто замечательные, очень гостеприимные. Я замечаю это каждый раз, вне зависимости от того, в каком городе Казахстана нахожусь. Мне понравилось работать в этом университете в качестве приглашенного профессора. Я не думаю, что местным преподавателям не хватает чего-то. Их работы актуальны, но они публикуются лишь на казахском и русском. Публикация на английском языке позволила бы им расширить аудиторию. В своем докладе я остановлюсь на критериях исследований мирового класса. Есть у университета деньги или нет, проводимые в нем исследования должны соответствовать мировым стандартам. Главное – актуальность темы, люди, которых ты вовлекаешь в работу и качество исследований. В ходе конференции с докладами выступили профессоры из Венгрии, Украины, России и Казахстана. Научно-практическая конференция имеет традиционный характер и носит имя Абелькаса Сагинова, бывшего ректора и заслуженного деятеля науки. Среди участников более 700 студентов, а также руководители предприятий из разных городов Казахстана. Мероприятие организовано для обмена опытом в таких сферах, как энергетика, автоматизация, робототехника, информационные технологии, геология и машиностроение. У нас приглашены производственники, это 104 руководителей производственных промышленностей предприятий. И я думаю, что сегодня они поделятся, особенно на секционных заседаниях, о проблемах, которые стоят перед промышленным предприятием. То есть мы здесь, основа в чем заключается, в том, что мы проводим такие конференции для обмена мнений не только ведущими учеными других стран, а именно учеными Карагандинского региона, дальше промышленных, руководителей промышленных предприятий. Они будут ставить нам задачи, какие можно использовать потенциал, научный потенциал Карагандинского и СССР. Благодаря конференции планируется наладить сотрудничество с различными предприятиями и учеными ближнего и дальнего зарубежья. Студенты вуза будут вовлечены в научные исследования. Выпущен сборник в пяти томах, содержащий более 650 научных статей. Тогжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На пути к светлому будущему. Десять приоритетных задач, обозначенных Касым Жумар Токаевым – основные направления развития Казахстана. Народ одобряет и ждет многое от нового президента. Уверены общественные деятели. То, что жилищные вопросы и вопросы безработицы найдут свое решение, меня не может не радовать. Это не ново для нас. Об этом было сказано и в предыдущих реформах. Конечно же, главное – реализация программы «Рухани Жангару». Это политика государства, которая намерена войти в 30 развитых стран мира и составить конкуренцию другим игрокам на мировой арене. Надеюсь, все эти цели будут реализованы и дадут свои плоды. Консультационную службу для пострадавших от бытового насилия создали в общественном фонде «Озарение». Несмотря на обилие различных кризисных центров и служб, общественники уверены, что новый центр будет полезен для горожан. Участковые инспектора полиции о домашнем насилии знают, если не все, то почти все. Именно к ним обращаются за помощью в первую очередь. И подавляющее большинство жертв – это женщины. Небольшой процент составляют дети и подростки. Участники семинара отмечают, что домашнее насилие происходит как в неблагополучных, так и в благополучных семьях. Нередки случаи, когда так называемые жертвы домашнего насилия делают ложные заявления. Бывают такие моменты, когда муж с женой разводится, и женщины говорят так, что, допустим, муж якобы обижает ребенка. Мы хотим брака разводить. Если на самом деле муж нормально относится, но они говорят так, что избавиться. Вот такие бывают моменты частенько. Я здесь с вами полностью согласна. Да, они начинают просто провоцировать мужчину, а потом мотивировать тем, что угрожает жизни и вторую ребенку. Сегодня жертвам домашнего насилия помогают многочисленные кризисные центры и службы психологической поддержки. В эту деятельность вовлечены социальные, медицинские службы, а также учителя. Однако каждый работает по отдельности, отмечают организаторы семинара. Вот наша задача сегодня, как представители областного Акимата, скоординировать эту работу и показать тем ребятам, которые занимают пост участкового, полицейского, какую они помощь могут предложить жертвам бытового насилия. Потому что только изолировать или только наказать одного агрессора, вы же понимаете, что проблема не решится. Завтра в этой семье все равно какой-то фактор риска возникнет и, возможно, будет насилие. И самое страшное, что от этой системы, вот этих вот злодеяний, страдают дети. Казахстан занимает одно из лидирующих мест по количеству подросткового суицида. Семь случаев из десяти происходят в результате семейных конфликтов. На сегодняшний день наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми в отношении членов семьи, продолжают оставаться психологическое давление, побои, оскорбления и унижения. Вообще, честно сказать, мое собственное мнение, да, субъективное. Я не совсем поддерживаю, скажем так, когда жену или женщину, мать с детьми нужно убирать из квартиры, оставляя там агрессора, выписывая ему защитное предписание, а ее переводить в кризисный центр. Мы все-таки ориентированы на то, чтобы с ним что-то надо было делать, да, то есть более жесткие меры были. А для матери с детьми нужно создавать те условия, в которых ей было бы комфортно. Участники семинара отметили, что совместная работа всех служб сможет оказать реальную поддержку тем, кто пострадал от бытового насилия. И заниматься этой работой нужно в экстренном порядке, поскольку количество бытовых преступлений растет, заявляют общественники. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Руководители отделов культуры и развития языков со всей Карагандинской области обсудили законодательную базу организации работ в сфере аномастики. Областное управление по развитию языков организовало специальный семинар. Антропотопонимы Центрального Казахстана как часть истории, которую необходимо тщательно оберегать. Руководителям отделов культуры и развития языков со всей области рассказали об истории происхождения названия различных населенных пунктов. В Караганде прошел специальный семинар, организованный областным управлением развития языков. Главная цель семинара – анализ основных принципов работы в сфере аномастики. Участники ознакомились с законодательной базой. На проект нормативного права акта необходимо получить заключение субъектов частного предпринимательства, также получить рекомендации общественного совета, сформированных на территории административно-территориальных единиц. Также проект нормативного права акта должен быть размещен на портале открытых нормативно-правовых актов для публичного обсуждения. Данный порядок предусматривается разъяснить представителям местных органов государственного управления для дальнейшего применения в работе. Иначе говоря, любое переименование, будь то улицы или населенного пункта, нельзя сделать лишь по прихоти группы лиц. Необходимо учитывать мнение всех граждан, проживающих на данной территории. Представитель Департамента юстиции детально разъяснил алгоритм процедур, осуществляемых при присвоении наименования населенным пунктам. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Герой в белом халате. В преддверии Дня медицинского работника наши корреспонденты побеседовали с турокальным хирургом Аманжолом Тимирбаевым. О буднях врача, обучении молодых специалистов и планах новой клиники. Подробнее в материале. Главное, все нормально обошлось. Главное, все хорошо. Киста удалена. Ну, 8 сантиметров. Да, киста удалена. Главное, почему кисту удалили, чтобы она не давила на остальные части почки. Да. Важная часть повседневной работы врача – обход пациентов. Татьяну Николаевну Аманжолу Тимирбаев прооперировал на прошлой неделе. Пациентке удалили кисту почки. Она уже идет на поправку и неустанно благодарит хирурга. Таких же благодарных Аманжолу Тимирбаеву пациентов не сосчитать. Он имеет 26 лет стажа. 18 из них посвятил таракальной хирургии. Сегодня врач делится своим опытом с молодым поколением. Нет, наоборот, это очень легко. Это очень удобно, потому что я люблю передавать свои знания, свой клинический опыт молодым своим коллегам. Потому что это нужно им отдавать. Потому что это очень такой ценный багаж, который нужно передать. Преподавательскую деятельность Аманжолу Тимирбаев совмещает с работой в хирургическом отделении клиники Медицинского университета. Учреждение открылось в январе текущего года. Радуют условия. Оснащенный современным оборудованием, чистота и хороший персонал. В клинике набираются опыта будущие врачи. В ближайшее время планируется уделить внимание международному сотрудничеству для внедрения передового опыта. У нас есть цель – это наладить сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом, в котором есть медицинский факультет. И там есть доктор, профессор Пищик Владимир Григорьевич, который выполняет операции на легкой на современном уровне. Поэтому при помощи современных технологий мы хотим внедрить турокоскопическую хирургию в этой клинике на более широком уровне. Но не только выполнение удаления резекций, но и выполнение операций при опухолях, при различных заполеваниях органов средостения и плевры. Поэтому у нас в плане есть такое развитие и сотрудничество. Врачи привыкли выполнять свою работу без огласки. А мы считаем, что о героях, спасающих жизни, важно и нужно говорить. За два с лишним десятка лет ношения белого халата Аманжол Тимирбай вернул к жизни многих людей. Но есть среди этого списка героиня с особенной историей. Речь идет о влюбленной паре, которую сегодня знает вся страна. Когда у жительницы от Раупа имени Анель начали серьезные проблемы с единственным легким, ее возлюбленный Марлен был рядом и на протяжении трех лет повсюду носил за ней 10-килограммовый баллон с кислородом. Девушки пророчили мало шансов на выживание. Но хирург из Караганды взял на себя ответственность и провел уникальную операцию, в результате которой девушка дышит самостоятельно. Он поставил на место «моё сердце и лёгкое», призналась позже Анель, рассказывая о человеке, подарившем ей жизнь. Это слова об Аманжоле Тимирбаеве, талантливом хирурге из Караганды. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Парящие в воздухе. Впервые после пятилетнего перерыва в Карагане состоялся чемпионат Республики Казахстан по батутной гимнастике среди молодежи. За честь нашей области выступили 40 спортсменов. Богдан Камынин в этом спорте оказался неспроста. Пошел по стопам матери. Сразу начал показывать отличные результаты. Но из-за проблем со здоровьем юноше пришлось взять паузу на 7 лет. Сегодня он тренируется 6 раз в неделю и стремится завоевать на турнире золото. Спорт меня отдала мама. Сама все время занималась. Тоже этим же снарядом. Дорожкой акробатической. Мне очень нравится в Караганде. Нравится этот турнир. Организация хорошая. Судьи хорошие. Мне все нравится. Соревнования по прыжкам на батутах последний раз проходили в Караганде в 2014 году. Спортивная ассоциация области оказала поддержку на приобретение нового гимнастического оборудования, что позволило проводить турниры республиканского масштаба. Приняли участие в состязании 180 спортсменов из 9 регионов Казахстана в категории до 21 года. От Карагандинской области выступили 40 гимнастов. Батутная гимнастика в Караганде в общем области развивается на хорошем уровне. Мы с каждым годом повышаем свои результаты. У нас уже неоднократно были и среди чемпионатов мира, а среди молодежи были призеры. Были призеры на Кубках мира. Турнир продлится в течение трех дней. Первый день – предварительные соревнования. Второй – финалы в индивидуальных прыжках. В третий пройдут командные финалы и синхронные прыжки. Отлегчившихся спортсменов ждет особая награда. Эти соревнования являются рейтинговыми соревнованиями. По окончанию года составляется рейтинг. И по этому рейтингу определяются спортсмены-кандидаты в национальную сборную. Кто выполнит нормативы единой спортивной классификации, им будут пристраиваться соответствующие звания. В ноябре этого года состоится чемпионат мира в Японии, где республиканская сборная обещает завоевать лицензию на участие в Олимпийских играх. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова